И как он это сделал? И именно поэтому мы душу, как она есть, вне времени схватить не можем. То есть душа для нас представляет вещь в себе, и она является для нас непознаваемой. Гегель вот эту вещь в себе отбрасывает, у него получается, что вроде с душой все нормально, душу мы познаем. И мы возвращаемся, собственно, к философии Декарта, что самоочевидность я для самого себя, это первая очевидность, самая первая и самая главная очевидность. Вот он с этой очевидностью тоже начинает. Гегель тоже так считает. Но здесь нет никакой проблемы, собственно, и правильно делает, наверное, возвращаясь к философии в свою достоинство. Но, что интересно дальше? Дальше он замечает, что по поводу антиномии. Вот есть некие противоречия, в которые впадает разум, когда пытается рассуждать с помощью категории о мире как целом. Тут что интересно, что получается, что категории, как говорит Кант, они неприменимы к такому понятию, как мир как целом. Гегель из этого делает вывод, да, действительно, что есть некое ограниченное применение категории, что категории применимы только к конечным вещам, как он заявляет. А вот эти вот вещи, такие вещи, как душа, мир как целое и Бог, это вещи бесконечные, он их называет бесконечными. У Гегеля они назывались безусловными вещами, да, необусловленными никакими ограничениями. То есть некое безусловное движение разуму в свое мышление, в частоте мышления, и безусловные понятия, которые не ограничены никакими условиями. Так вот, Гегель это понимает как бесконечный предмет, да, и он говорит, что для того, чтобы постигать эти бесконечные предметы, вот я теперь уже рассказываю то, что как бы, пересказываю то, что как бы Гегель говорит, да, Нужно придумать некую бесконечную логику, некую бесконечную мышлению. Он говорит, что конечное, он начинает отделить мышление на конечное и бесконечное. Конечное мышление – это обыкновенное рассудочное мышление, как наука рассуждает. Наука рассуждает в понятиях. В чем смысл слова «конечное»? Дело в том, что всякие понятия всегда даны в неких системе понятия, неких связей, много разных понятий. Когда наука, ну или просто рассудок, рассматривает какой-то либо предмет, либо вопрос какой-то с позиции одного понятия, оно тем самым не рассматривает его с позиции других. Тем самым всякий раз, как говорит Гигель, оно делает это рассмотрение некой односторонностью. И вот эта односторонность есть недостаток рассудка. То есть всякий раз это рассмотрение предмета, оно конечное. Конечное в том смысле, что любое рассмотрение предмета под каким-то понятием всегда подразумевает, что не рассматривается под другими понятиями. То есть есть некое ограничение. То есть понятия друг друга ограничивают в своей области мышления. И поэтому это мышление называется конечным. А бесконечное мышление, по мысли Гигеля, это такое мышление, которое не ограничено ничем, предоположенным с ним. То есть по сути дела, как бы такого понятия-то нет. То есть все понятия обязательно ограничены другим понятием, потому что все понятия даны в некой сверстке понятия. А вот это вот как бы, он даже не говорит бесконечное понятие. Если бы он говорил бесконечное понятие, это был какой-то там абсурд. Он просто говорит либо бесконечное, либо говорит бесконечное мышление. То есть на самом деле под бесконечным он понимает некую тотальность, если правильно его домысливать, которая ничего не противоположна, которая есть только одна. То есть бесконечное мышление это такое мышление, которое мыслит нечто с позиции некой тотальности. И поскольку этой тотальности ничего не противостоит, поскольку она ничем не ограничена, то это рассмотрение является бесконечным. Бесконечным в том смысле, что оно ничем не ограничено. И вот у него получается интересная такая дилемма. У него получается, что есть рассудок, у которого есть конечные понятия. И рассудок всегда применим только к конечным предметам. Возникает проблема, а что было конечным предметом? Уясняется, что все конечным предметом являются все предметы, кроме души, мира как целого и Бога. Что все остальные предметы являются конечными. И рассудок в этом своем применении является вполне достойным. И не запутаться ни в каких противоречиях, нет никаких проблем. У него там есть некий разговор про диалектику, мы его сейчас не будем затрагивать. Потому что есть еще диалектика, но про диалектику это особое рассмотрение. Так вот, а бесконечное мышление, оно применимо только к трем предметам. Это как вот я опять же говорю, как вот они даны у Канта, да, трем трансцендентальными идеями. Это и душе, это подношение к душе, подношение к миру как целое и подношение к Богу. То есть тут у него мышление разбилось на два мышления, как я говорю. И все предметы этого мышления разбились тоже на две области, на конечный и бесконечный. Получилось такое взаимосоответствие, что если конечный рассудок пытается с помощью конечных понятий, ну то есть с помощью любых понятий, точнее категории, исследовать бесконечный предмет, то он запутывается в антиномии, как Канн доказал. Если конечный рассудок исследует конечные предметы, то есть все предметы, кроме души, мира как целого и Бога, то нет никаких проблем. И если надо рассматривать бесконечные предметы, то существует только одно некое бесконечное мышление, а именно тотальность мышления как целого, который может рассматривать эти предметы. Вот такая вот некая классификация, связанная с различием конечных и бесконечных предметов, с одной стороны, и конечного и бесконечного мышления. Зачем я так много об этом распинаюсь? Дело в том, что что считается, как бы привнес философию нового Геги? Считается, что он придумал некое спекулятивное мышление, или то, что называется спекулятивную логику, ее надо называть. Ну, что в наших терминах нормальных, общепризнанных, называется диалетической логикой. Если теперь обратить внимание на ту конструкцию, которая получилась благодаря исследованию, получается так, что диалетическая логика – это бесконечное мышление, которое исследует только три предмета. Три. Потому что бесконечная логика применима только к бесконечным предметам. Потому что, ну, тут есть некое соответствие между предметом, как бы, да, и способом, или методом. То есть ты хочешь сказать, что вот это самое спекулятивное мышление, оно ни к чему другому не применимо? Да, ни к чему другому оно не применимо. Я бы объясню, почему сейчас дальше. Я бы дальше объясню, почему. Оно больше ни к чему не применимо, и получается, диалетическая логика есть странная вещь. То есть есть всего лишь три предмета, по отношению к которому оно применимо. Но даже самое интересное, что такое эти три предмета. Три предмета – это душа, мир как целый Бог. Обрати внимание на то, что все эти три вещи являются некими тотальностями. Потому что что такое душа? Душа, поскольку я уже говорил о том, что согласно Гегелю все и есть мышление, то есть я равно сознанию, равно мышлению, и что я или душа представляется бы некую тотальность мышления. Лучше говорить дух, на самом деле, потому что душа – это кантовский термин. У Гегеля правильный термин – дух. Дух есть некая тотальность мышления. Это раз – это тотальность. Вторая тотальность есть. Это тотальность природы. Мы знаем, что природа полностью тотальна. Что такое тотальность? Мир. Мир тотальный. Второе – мир как целый тотальный. Это вторая тотальность. А третья тотальность – это, естественно, Бог. Три тотальности. Эти три тотальности, например, раньше фиксировались по отношению, как было три этих субстанций. субстанция была исторические как бы атрибута 2 а субстанция одна вещь мыслящая и весь мыслящий вещь протяженная даже у спинозы хотя субстанция бога одна но все равно как бы мыслящая и протяженная это два атрибута все равно называется субстанция только не просто как бы ну как бы атрибута но на самом деле все равно они могут пыться это заметка не имеет к твоему докладу никакого отношения хорошо, допустим я просто что хотел обратить внимание есть некие три тотальности зачем нужны Гегелю тотальности я уже говорил о том, что если рассматривать любой вопрос или предмет с позиции некого понятия то всегда это будет только конечное рассмотрение это понятие будет ограничено системой других понятий и всегда будет вопрос рассматриваться только односторонне как вопрос рассмотреть не односторонне взять некую тотальность и рассмотреть предмет с позиции этой тотальности у этой тотальности нет ничего рядом стоящего и поэтому всякий раз рассмотрение с этой тотальности оно будет некое бесконечное рассмотрение если можно так выразиться вот у нас есть три тотальности эти три тотальности есть три способа каким мы рассматриваем бесконечные предметы но на самом деле дело даже не в том что мы с помощью них рассматриваем предметы поскольку предметов три и тотальности по отношению к этим предметам три Каждому предмету своя тотальность. Это я объясняю, почему на самом деле спекулятивная логика применима только бесконечно. Ну то есть предметы у тебя, они и есть тотальность. Каждый из этих предметов есть тотальность. И сам по определению тотальность. И сам есть предмет, помощью которого он должен сам себя рассматривать. Можешь ли ты, ну потому что мысль через себя. Да. Не, просто я еще не закончил, я еще не закончил. Я понимаю. Давай последний пункт скажу. Ну а теперь я скажу, в чем тут в самом деле состоит некое вот, если можно выразить такое, некое воровство или как бы мошенничество со стороны Гегеля. Дело в том, что Гегель был лютеранином и известно, что он был как бы истин христианин. Ему очень важно было как бы вот, что вот как это, мы не можем доказать, что Бога нет. А мы действительно с позиции рассудка этого сделать не можем. Но как он теперь доказывает, что Бог есть? Вот он придумал некое бесконечное мышление, что до него никто этого не мог придумать. Вот он сам придумал. Зачем он это сделал? Как мы теперь можем доказать, что есть Бог? Бог, согласно Гегелю, является логикой этого мира, который пронизывает все, все три тотальности пронизаны некой единой логикой. Эта логика описана в науке логики, это идея как таковая, он называет. Идея как таковая, абсолютная идея, она изложена в логике, в науке логики Гегеля. Так вот, это наука логика Гегеля, это идея как таковая, некий остров, да? Это как бы есть Бог Отец христианский, да? Этот Бог Отец воплощается в природу, да? Природа это как бы Христос, да? Как бы воплотившийся в Бог Сын, да? И через природу, как бы, мы, как бы, есть некий дух, да? Вот третья составляющая. Этот третий составляющий дух, это вот наше, то, что пронизывает природу, да? И то, что в природе возникает человечество, да? И вот человечество постоянно сопровождает некий святой дух, да? То, что пронизывает нас всех, да? Как бы вот это вот, некая духовность. И через эту духовность мы опять возвращаемся к Богу. Вот это как бы троица просто зафиксирована. То есть, на самом деле, как, ещё раз говорю, Бог, как Гегель доказывает существование Бога? Мы мыслим? Мыслим. Значит, мышление есть, да? Да, значит, существует. Значит, нет, значит, мышление существует. Да. Не просто, когда, не просто я мыслю, значит, существует. А мышление мыслит? Да. значит существует, а что такое Бог? Это и есть тотальное смышление. Нет, это значит, что я вещь мыслящая. То есть она, идея у меня заключается в существовании. Вот смотри, вот абсолютный, может так было сказать, абсолютный субъект мыслит, абсолютный субъект мыслит, значит, существует. Не думаю, что нет. Думаю, что мы сами мыслим, поэтому как бы я и существую. То есть идея этого... Я мыслю, я существую. Я мыслю, я это существую. Это с позиции нашего субъекта. А есть еще абсолютный субъект. Мы сами восходим к этому абсолютному субъекту. Есть идея чистой внешности. Раз она есть, то она и как бы существует. Это действительно идея, в которой... Да не идея чистой внешности, а идея состоит в том, что раз мы мыслим, да и мы восходим в свое... Это уже уже идея. Нет, мы восходим в свое мышление к абсолютному мышлению. И мы можем в абсолютном мышлении, когда мы мыслим в абсолютном мышлении, мы тем самым доказываем, что Бог существует. То есть через нас как бы мыслит Бог себя. То есть, Бог доказывает себя точно так же, как доказывает себя субъект. Вот я доказывает себя через то, что я мысль, следовательно существует. Но точно так же и Бог. Он доказывает себя через то, что он мыслит, следовательно существует. Бог точно так же. Бог есть некая копия, только копия субъекта, только в виде абсолютного субъекта. Но это гипотеза. Да, но это как бы, все, что я сейчас рассказываю, это есть некие наметки к тому, что вот я хочу обосновать. Просто вот я рассказал, как я вижу нынешнее состояние рассмотрения этого вопроса. Это требует действительно внимательного чтения, как бы трактатов, ну, так скажем так, текстуально доказательство. То есть весь окружающий мир это способ доказательства Бога своего собственного существования? Нет, потому что мир-то на самом деле представляет собой некое иное, да, мир это же инаковение Бога. Бог входит в этот мир, как бы, да, воплощается, и на бытие, мир есть и на бытие. Движение, значит, этого, движение в понятиях, к абсолютному духу. Нет, нет, еще раз говорю, движение в понятиях, вот хороший разговор, движение в понятиях, это движение внутри тотальности. Понимаешь, это есть разворачивание тотальности, то есть она на самом деле есть сразу. Не так, что происходит, что нету, а потом есть. Тотальности есть сразу. Она проявляет себя только в понятии. На самом деле, с точки зрения Гегеля, с гегельской философией существует только три, три субстанции. Или, скажем, три тотальности, лучше говорить, потому что не субстанции, а тотальности. Вот три тотальности, и между ними происходит некое движение. Все остальное это уже частность. В чем разница-то, между имя и Декартом? У Декарта тоже две вещи и Бог над ними. У Спиноза опять две вещи, которые являются атрибутами. Вообще получили. А это и собственно субстанцию, которую мы мыслим за и под атрибутами. Но у нее здесь не так. Дело в том, что она не является явно мыслящей. Он знает, что говорит про Спинозу? Он говорит, что Спиноза тем не дорабатывает, что у него Бог является только объектом. А Бог должен быть также и субъектом. Он с этого начинает введение феноменологии духа. Он говорит, что надо рассматривать Бога не только как объект. То есть, неправильно говорю, Бог, абсолют должен был рассматривать не только как объект, как у Спиноза, но также как и субъект. И вот это есть как раз добавка к Спинозе. А вообще говоря, у него полностью философия и философия Спиноза. Полностью. Потому что в Спинозе говорится точность позиции тотальности. То есть, это просто много человек потратил больше слов и написал больше книжек, значительно больше, чем в Спинозе Тикар, на ту же самую тему. Продолжение следует...